Мастера террора и идеологических диверсий, закалённые бесконечными войнами на своей территории. В 70-е на Лубянке не могли поймать за руку ни одного израильского шпиона. Но при этом самая секретная информация из политбюро тут же оказывалась в Тель-Авиве. Стоит вспомнить грандиозный скандал, когда доклад Никиты Сергеевича Хрущёва до оглашения его на съезде партии невероятным образом оказался в Израиле. Насчёт Массада вообще не знаю, но про одного артиста я думаю, что он работал. Но, слава богу, мы с ним давно не работаем. Не буду об этом говорить. Не буду. Тайны. На Лубянке точно понимали. В Массаде работают бывшие граждане СССР, которые многие годы учились скрываться, а сарафанное радио работало как часы. Интересно, кстати, что и сам Массад был придуман и создан бывшим гражданином Советского Союза. Иссер Харрель. Настоящая фамилия Гальперин. 1912 года рождения. Витебск. Российская империя. Основатель и первый руководитель разведки и службы безопасности Израиля с 1948 по 1963 годы. Иссер Гальперин всегда держал рот на замке и лишь незадолго до смерти ответил на пару вопросов журналистов. Именно тогда он признался. По СССР их люди работали немного и очень аккуратно. А вот КГБ включило против Израиля весь имеющийся ресурс. Советский шпионаж был очень активен. Гораздо больше, кстати, чем в других малых странах мира. Мы были первой целью и одновременно транзитом для операций в США или в Европе. Даже перед смертью Иссер Харрель не назвал ни одной операции, проведенной Массад в Москве. Они засекречены до сих пор. Но признался, ставка делалась не на услуги разведчиков-нелегалов, а на так называемых агентов влияния, известных людей, многие из которых использовались в темную. Райкин Аркадий Исакович, 1911 года рождения, подозревался в связи с Массад и контрабанде драгоценностей в Израиль. В свое время Аркадия Райкина считали чуть ли не главным шпионом Массада. Распространился по Москве слух о том, что Райкин в 65-м году умерла его мать, которую он очень любил, что Райкин отправил гроб матери в Израиль. Говорили и о том, что в этом гробу Аркадий Райкин спрятал фамильные бриллианты, которые таким образом улетели на землю обетованную, минуя советскую таможню. Как только поползли такие слухи, вышел запрет. Райкина по телевидению больше не показывать. Его вообще убрали, сняли, а он в это время лежал в больнице. Он действительно не выступал. Поэтому театр ездил на гастроли без него. Геннадий Хазанов в деталях помнит эту историю, словно она была вчера. Руководитель страны советов машет гигантским початком кукурузы, обещает засадить ею все поля от Камчатки до Калининграда. В стране плановая экономика, потому команду принимают под козырек. И только Аркадий Райкин в свойственной ему манере указывает на еще один отдельный недостаток. Миниатюра, где председатель колхоза беседовал с коровой по имени Джульетта. И пьяный председатель колхоза спрашивал у коровы, как она должна откликнуться на решение пленума последнего. В этой миниатюре прочитывалась издевка над первым секретарем ЦК КПСС Хрущевым. Аркадия Райкина подозревали в получении денег из-за рубежа. И действительно, временами казалось, что он борется не столько за свободу слова, сколько за что-то другое. Я помню, как он скакивал на стол лихо, исполняя бодолок зависти, кричал, я их всех сниму, всех уберу. Вот просто сердце замирало, когда это было. Это было не только никакого смеха, это не вызывало, это вызывало скорее ужас. Не был ли он одним из тех агентов влияния, о которых говорил основатель Массада в своем последнем интервью? Всем известна формула. Прикинься идиотам и от тебя отстанут. В разведках всего мира этим приемом пользуются уже много лет. Хилл. Бенни Хилл. Однажды он представился публике именно так. Все подумали, что он снова шутит. А зря. Мало кому известно, что шоу легендарного комика Бенни Хилла запретили к показу на британском телевидении вовсе не заскобрезные шутки. Его шоу продали в сотню стран. Это было идиотское решение закрыть программу. Вот так взять деньги из кармана и выкинуть их. Гарри Бушелл – один из самых близких друзей Бенни Хилла. В эксклюзивном интервью корреспондентам РЕН-ТВ писатель впервые согласился поговорить о второй, скрытой жизни легендарного комика. На него оказывалось колоссальное давление на темп с телевизион. Как только не обосновывали причины для закрытия шоу. Но понятно, что команду наверняка дали с Даунинг-стрит. Известный факт. Лично Маргарет Тэтчер распорядилась убрать из эфира все, как новые, так и старые ролики юмориста. Официальная пресса, как по команде, начала писать, что Бенни Хилл не знает меры, позорит корону, оскорбляет ее величество и вообще унижает женщин. Скабрезные комики в английской истории были и до, и после Бенни Хилла. Но чтобы премьер-министр Железная Леди Маргарет лично вмешалась в политику небольшого юмористического шоу, единственный случай в истории. Я в жизни не встречал женщину, которая была бы обижена или оскорблена шоу Бенни Хилла. Это болезнь политических мразматиков. Если бы они хоть одну серию посмотрели, то заметили бы, что именно Бенни Хилл постоянно остается в дураках. Что на самом деле стало причиной закрытия шоу Бенни Хилла? Неженатый и невероятно образованный Бенни Хилл вел двойную жизнь. Но об этом чуть позже. Признанным образцом свободы слова считаются США. Принято думать, что именно в Соединенных Штатах Америки каждый действительно имеет право говорить все, что думает, не опасаясь каких-либо последствий со стороны властей. На самом деле это широко распространенное заблуждение. Американский институт цензуры – один из мощнейших в мире. Эта система появилась на свет и окрепла гораздо раньше советской. Закон о цензуре был одним из первых законодательных актов, принятых молодым американским государством еще в 1798 году. Тогда он назывался «Закон о подрывной деятельности» и запрещал говорить что-либо плохое о властях США под страхом тюремного заключения на срок до двух лет. В 1917 году этот срок был увеличен до 20 лет за любые негативные либо издевательские высказывания о вооруженных силах США. С одной стороны, государство защищает нас, обычных американцев. Но вот лично я не хотел бы сесть в тюрьму за политический анекдот. Согласно подсчетам независимой социологической организации, измеряющей индекс свободы слова, Америка находится аж на 36-м месте. Оскорблять президента, власти, армию и Конгресс США по-прежнему категорически запрещено. Интересно, что даже Саша Барон Коэн, комик, который носит негласный титул самого наглого юмориста мира, очень четко понимает, на какие темы в Америке можно шутить, а на какие ни в коем случае нельзя. Вы можете голосовать, но вы же женщина. Все женщины могут голосовать. Мне бы не понравилось, если бы я не могла. Да, почему? Потому что я чувствую себя равной с мужчинами. Я не хочу, чтобы мужчина решал, что для меня лучше. Да, но женщины же не равны мужчинам. В Казахстане у нас говорят так. Бог, мужчина, лошадь, собака, потом женщина, потом крыса, потом маленькая такая, бегает везде. Как только США объявили крестовый поход против ряда арабских стран, а Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были объявлены террористами и диктаторами, Саша Барон Коэн как по команде разразился в их адрес целым ворохом разнообразных издевательств. Внимание! Коэн, как и все профессиональные американские юмористы, дисциплинирован и хорошо знает, что такое самоцензура. Нет каких-то прямых запретов, но все понимают, что если ты будешь говорить на эту тему в таком-то и таком-то ключе, то ты будешь получать новые предложения работы, тебе будут больше платить, и твоя карьера пойдет в гору. А если ты будешь говорить об этом в каком-то другом ключе, то ты очень скоро обнаружишь, что ты лишился работы, что тебе не предлагают сотрудничество, и твой жизненный уровень, он поползет резко вниз. Для тех, кто прожил в США, не секрет. Комики могут пошутить на тему афроамериканцев, китайцев или арабов. Вот только одна часть Ближнего Востока считается запретной. Про Израиль как про президента. Либо хорошо, либо ничего. В советские времена цензура внимательно отслеживала все выходящие по ТВ программы. Эту работу курировало Пятое управление КГБ. Учитывая количество телевизионных передач, непосвященный человек подумает, что в телецентре сидела как минимум дивизия специально обученных цензоров. Такого количества штатных сотрудников в Пятом управлении физически не было. Так как же удавалось Лубянке четко управлять процессом? Сегодня мы впервые расскажем об этом. Смотрели по микрофонной папке, смотрели. Леонид Кравченко – последний цензор СССР. До 91-го года он возглавлял Государственный комитет по телевидению и радиовещанию СССР. Формально выше его ведомства не было никого. Но впервые Николай Петрович признается, самые главные цензоры, конечно, были на Лубянке. Там же расшифровка текста. Вот. Многие уже записи, такие передачи были. Расшифровку смотрели, но расшифровку требовали, чтобы она была абсолютно точной. Мы говорили, вот это, вот это, вот это место. Даже сегодня об этом мало кто знает. Пятый отдел КГБ хорошо маскировался. Порой даже казалось, что контроля со стороны спецслужб нет вообще. Но в комитет по телевидению и радиовещанию как бы из ниоткуда приходили указания. Они абзацами мерили. На самом деле вырубались фрагменты из программы. Сегодня в это трудно поверить. Но у основателей советского телевидения не было возможности записывать производимую продукцию. Все шло в прямом эфире. И именно по настоянию КГБ было принято решение оснастить телецентр на Шаболовке новейшими видеомагнитофонами. Последняя тайна советского телевидения сразу после рекламы. Смотрите далее. Эксклюзивное интервью Регины Дубовицкой про КГБ, Моссад и еврейский заговор. Бомбы против русского народа. Юмор как оружие массового поражения. Как в СССР управляли настроением масс. Самые невероятные истории о ЦРУ, Моссаде и мировой эстраде. Смех в погонах. Смотрите в третьей серии документального проекта «Звезды на службе» на телеканале РЕН-ТВ. «Звезды на службе». Смех в погонах. Благодаря людям в погонах цензура на эстраде была похожа не на фильтр, а на механизм по индивидуальному отбору произведений. Авторы страдали от этого, потому что любое произведение, любой монолог, он визировался ЛИТом, то есть зав. литературной частью. Потом в Министерстве культуры обязательно был зав. ЛИТ. Винокур Владимир Натанович, 1948 года рождения. По стечению обстоятельств был на отличном счету в 5-м управлении КГБ. Сегодня мало кто вспомнит постановку под названием «Нет лишнего билетика», где Владимир Винокур играл одну из главных ролей. «И этот-это Рязанов пришел. Ой, мужик обалденный вообще». Во всем спектакле ни одной политической шутки или подтекста. Но поверить, что в произведении нет подвоха, в Министерстве культуры не могли. «Это было, конечно, смешно и грустно. Еле-еле мы протащили этот спектакль. Там было много замечаний, которые мы как бы исправили». Что смущало в подобных интермедиях, цензоры в погонах никогда не сообщали. Это было особой тайной. В тот раз Владимир Винокур с лишним билетиком смог пройти звездную цензуру. А вот Романа Карцева в очередной раз отлучили от эстрады. «Дорогие товарищи дети, сегодня, 1 сентября, вы вступаете в первый класс. Вам всем, всем, по семь, по семь, по восемь, по семь лет, разрешите мне на этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени Педа из Фома состава приветствовать вас». Карцев Роман Андреевич. Настоящее имя – Роман Аншелевич Кац. 1939 года рождения. Подозревался в работе на массад. «Новое поколение, вступающие в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне». Это был на тот момент свежий номер. Его еще ни разу не показывали по телевидению и не крутили по радио. Карцева и Ильченко публика любила и ждала. Но благодаря пятому национальному пункту Романа Андреевича в нем видели шпиона массада. Спасти Карцева и Ильченко от забвения помогла Регина Дубовицкая. В то время она работала на радио и знала обходные пути, как пустить шпиона Кацца в эфир. «Заранее записать у космонавта, который должен был лететь. Записать, я прямо текст написала, чтобы этот товарищ космонавт просто так сказал, что он просто жить не может без того, чтобы не послушать интермедию Карцева и Ильченко, экзамена. Интермедия новая, космонавт не мог ее слышать». Покоритель космоса уже был в тот момент в невесомости, когда сценка вышла по радио. Ему ничего не грозило даже гипотетически. А вот Регина Игоревна за свою дерзость была вызвана на ковер. «И он мне тогда сказал, слушай, если еще раз такая подпольная будет работа проведена, то, честное слово, у меня с тобой будет серьезный разговор». «Интересное письмо написал трутовщик нашего завода». Этот номер действительно стал популярным в советском обществе. Но снимать подозрения в шпионаже с Романа Карцева никто не собирался. За каждым словом юмориста следили вплоть до развала СССР. «Без ЛИТа не выходило ничего в Советском Союзе. Обязательно должен был штамп быть, что это принято. Принято, что нет антисоветской пропаганды, нет агитации какой-то антипартийной и так далее». Самое невероятное, что Владимира Натановича Винокура в Пятом управлении КГБ всегда держали на особым счету. Его монологи почему-то совершенно не смущали цензоров. Наоборот, воспринимались на ура. «Что же других нет?» «Я говорю, как же нет? А Винокур?» «Он говорил, Винокура – это хорошо. Так, благодаря Винокуру мои программы выходили в эфир». «Вы не видели мои ноты?» «Я вообще первый раз вас вижу». Любимчик Лубянки лишь один раз просчитался. Этот номер в исполнении Владимира Винокура и Ливона Аганезова не имел никакого намека на политический строй в стране. Просто герой Владимира Натановича оказался слишком похож на человека из зрительного зала. «Я делал, закрывал глаза и пел так «Гори, гори, моя звезда!» И брови двигались. И кому-то показалось из отдела культуры ЦК партии. Они сказали, «Владимир, если можно, у вас много пародий, а эту пока не делайте в Кремле, когда идут концерты, потому что она вызывает ассоциации ненужные». Регину Дубовицкую как руководителя программы тут же вызвали в кабинетке еще более высокому руководству. Полномочий офицеров Пятого управления хватало для того, чтобы не только испортить карьеру артисту. За надругательство над советскими идеалами можно было и за решетку угодить. «Политическая ошибка. Еще я говорю, ну какая политическая ошибка?» В Советском Союзе тогда еще были свежи воспоминания того, как за политический анекдот можно было просидеть пару лет в заключении, а пародировать дорогого Леонида Ильича было совсем опасно. «Очень важно было, как подводить номер, как его подвести, как его объявить. Потому что если были какие-то такие моменты иногда в номере, если его правильно объявить, то есть расставить все точки над «и» в объявке, они проходили спокойно. А если просто вот, ну как вот с этим номером получилось, просто объявили, какой-то идиот решил, что там бомбы против русского народа». Скандал снова удалось замять. Но в этот раз без последствий обойтись не получилось. «Регина Дубовицкая, редактор этого концерта, литературный, получает выговор. И ее начальник Чермен Касаев выговор». Благодаря усилиям спецслужб, современной цензуры вообще как бы не существует. Но мало кто знает, в США вас могут обвинить в шпионаже, если вы пошутите про то, что во вторник, 11 сентября 2001 года, евреи усиленно молились, и Господь подарил им еще одну субботу. Так в результате теракта не погиб ни один представитель земли обетованный. «Вы гарантированно окажетесь палестинским террористом, и вас ждет теплый прием в Гуантанамо». А в Великобритании вас возьмут на заметку за шутку, что Лондон ведет свою собственную политику, и команды из Вашингтона не всегда выполняются. Комиков уже давно держат под прицелом. Ни для кого не секрет, сегодня не обязательно жить в шалаше и писать молоком на бумаге, чтобы стать лидером мировой революции. Человек, льющий воду на работу американских и вообще западных спецслужб, абсолютно точно сотрудничал со спецслужбами всяких нехороших государств. Идеология, такое же ремесло, как и все остальные, уверяют специалисты по работе с массовым сознанием. Одно из главных правил – так называемое правило кипящего чайника. Необходимо периодически снимать крышку, чтобы выпустить пар. Так же и с народным гневом. В США это называется «heaven fun» – почувствовать радость. По одной из версий, именно таким способом сняли крышку и дали народу развлечься инициаторы выдвижения Арнольда Шварценеггера, губернаторы Калифорнии. Если бы не поддержка семьи Кеннеди, то, конечно, Арнольд Шварценеггер никогда бы не стал бы губернатором Калифорнии. Профессиональные идеологи в Москве тоже прекрасно понимали, если не выпускать пар, будет революция. Так впервые появился знаменитый фитиль. Вы что думаете, здесь готовы любой ваш каприз выполнить только потому, что вы однофамилица нашего заместителя министра? Я не однофамилица, он мой дядя. Кино-журнал «Фитиль». На самом деле инициатива исходила не от создателя, а от ЦК КПСС, обучреждения этого журнала. И в 1962 году Сергея Михалкова пригласили в ЦК КПСС и сказали, вот вы, так сказать, мы хотим, чтобы вы возглавили коллектив такого журнала. Заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер Виталий Максимов, последний художественный руководитель знаменитого фитиля. Он вспоминает, им дали настолько неограниченные полномочия, что, кажется, КГБ просто не обращал внимания на работу журнала. За все время, 45-летнее время существования журнала от начала его создания, было зацензуировано только два сюжета. Рупор советской власти прикрывали, по сути, из-за недосмотра режиссеров, а не по идейным соображениям. В одном документальном сюжете попал в кадр засекреченный в то время военный самолет МиГ-25, а в другом сюжете в кадр попал, там, в рассказе о чем-то, какой-то военный объект засекреченный, который нельзя было показывать. Что вы от меня хотите? Так это вам лучше знать. Что вы от меня хотите? Так вы же меня вызвали, вы должны знать. Вы новый дом строите, мне и старым не дуют, знаете. Смотрите далее. Как Геннадию Хазанову и Ефиму Смолину удалось избежать тюрьмы и сколько лет они должны были отсидеть за письмо генералу КГБ? И они на полном серьезе рассматривали вопрос вот в этом сценарии, сажать Смолина или нет. Юмор, как оружие массового поражения. Как управляют массовым сознанием. Очень важно было, как подводить номер, как его подвезти, как его объявить. Самые невероятные истории о ЦРУ, Массаде и мировой эстраде. И подлинная история секретного агента Бенни Хилла. Он работал на британскую разведку. Смех в погонах. Смотрите в третьей серии документального проекта «Звезды на службе» на телеканале РЕН-ТВ. «Звезды на службе». Смех в погонах. Согласно общепринятой версии, британского комика убрали из стиля эфира за то, что двум женщинам, королеве Елизавете и премьер-министру Маргарет Тэтчер, не понравились скабрезные шутки Бенни Хилла, которые он отпускал в адрес короны. Но все было куда интереснее. Нет, из Бенни и клещами слово о политике на публике не вытянуть было. А вот при мне он порой рассказывал странные вещи, что корона делает ошибку, впуская много иностранцев. Будет пожар. Они, как крысы, когда их становится много, начинают атаковать. Такую политическую дальновидность можно было бы списать на хорошее образование актера. Вопрос только, где он его получил? Бенни Хилл был вообще человеком неординарным. У него не было семьи. Актер знал в совершенстве семь языков и вел свободный образ жизни. Временами он мог исчезнуть на месяц или полтора, совершенно бесследно. Классический образ жизни разведчика-нелегала. Очень любил путешествовать. Он месяцами жил во Франции. А так он еще бывал в Германии. Он знал несколько языков. Игорь Козлов оказался среди друзей Бенни Хилла случайно. Был в Лондоне, зашел в известный паб, свободных столиков не было. Пришлось подсесть. Он тогда даже и подумать не мог, кто ему составит компанию. У английского комика уже тогда были большие проблемы. Потому он после пары пинт-пива, как на духу рассказал про все свои трудности. И тут он мне говорит, ну как же, вот у вас нет цензура. А у нас есть. Я говорю, как у вас есть цензура? Где? Ну а где? На телевидении есть цензура? Я вообще известный шоумен. У меня свое шоу было. Об этом даже в Британии знают немногие. Легендарный разведчик Артур Феникс был не просто поклонником шоу Бенни Хилла, но и близким другом. Артур Темпл Фрэнкс, руководитель британской разведки в период с 1979 по 1982 годы. Скончался от сердечной недостаточности. При всей своей лояльности к короне позволял себе резкие высказывания в адрес премьер-министра Маргарет Тэтчер. Артур Темпл Фрэнкс был одним из поклонников Бенни Хилла. Это информация из открытых источников. Но вот информация, которой владеют лишь несколько человек на планете. Известный британский комик был близок к руководству секретной разведывательной службы Великобритании отнюдь не из-за увлечения сэра Артура невероятно смешным шоу Бенни Хилла. Впрочем, стоит учитывать, что до 1994 года на Даунинг-стрит вообще отрицали существование Ми-6. Он работал на британскую разведку. Я знаю. Ну, естественно, эта тема вообще тогда не обсуждалась при нашей встрече, да. Ибо если их таких не было, вряд ли бы он об этом что-то рассказывал. 10 миллионов фунтов стерлингов личного состояния. Согласитесь, имея такие деньги и популярность, многие девушки с удовольствием бы разделили, если не судьбу актера, то как минимум его состояние. А вот для преданного делу разведчика жена и семья только помеха. Но чтобы скрыть истинное положение вещей, до самой смерти Бенни Хилла в британской прессе то и дело писали, что комик был неимоверно стеснителен и так и не смог найти себе спутницу. У него было много девушек. Я сам не понимаю, почему он не остановил свой выбор ни на одной из них. Могу только одно сказать. Он был женат, как у нас говорят, на работе. Дом для него был местом, где есть кровать и книги. Гарри Бушелл признает, что друг вел двойную жизнь, но Бенни Хилл никогда не посвящал его в детали. Так на какую разведку все же работал великий комик? Когда Брежнева уже стал не совсем в себе, и после него все эти пошли там, Черненко и кто там еще был, чтобы не давать в эфир старческие голоса. Вот это, табу на это было точно. В то время провокацией считалось даже упоминание наград заслуженных ветеранами на войне. У меня была интермедиа, значит, двое ребят, Алик там и Саша, они между собой хвастаются дедами. А у меня дед, он когда идет по улице, все звенит вокруг. Столько у него орденов. С эфира эту интермедию сняли. Цензоры, очевидно, не хотели, чтобы зритель провел параллели между орденами дорогого Леонида Ильича и звенящим дедом из интермедии Смолина. Иногда доходило и до абсурда. Песня Танича, там была какая-то история про бегемота. Бегемотик, толстый, упитанный. Я звоню, я говорю, а почему песни нет? Она мне говорит, вы еще спрашиваете, что у вас там, какие слова, бегемотик, толстый, упитанный. Я говорю, ну, в стране мяса нет. Кто это может предположить? Геннадию Хазанову и Ефиму Смолину за их несогласованную интермедию письмо генералу КГБ пришлось отвечать по полной программе. А вчера вечером мой муж подсел к радиотрансляционной точке и сказал, что сейчас для него будут передавать важные сообщения. Радио сказало, московское время 20 часов. Муж сказал, слушаюсь. Оделся и исчез. За невиданную дерзость Геннадия Хазанова и Ефима Смолина просто выставили на улицу без возможности работать по профессии. Мы с Хазановым на следующий день проснулись нищими. Просто. Потому что нам была запрещена концертная деятельность. Я стал безработным. Я думаю, месяца на два. Но вряд ли кто догадывается, насколько суровое наказание готовили в КГБ двум отбившимся от рук юмористам. Спустя годы Ефиму Смолину попали стенограммы с того заседания, где решалась их судьба. Сатирик не мог поверить своим глазам. Они на полном серьезе рассматривали вопрос вот в этом стенограмме сажать Смолина или нет. Говорили, что такую реакцию вызвало у тогдашнего начальника вот в то время, в короткое время, начальника КГБ Федорчука. Он просто принял это на свой счет. Не все еще спокойно в мире, Маша. Там же вот в этом номере там речь идет о том, что человек там не приходит домой ночевать, то есть все, и все время говорит, что он на задании, которое ему дают. Так вот, этот вот Федорчук, как говорили, был большой бабник, и он это принял на свой счет. Соединенные Штаты Америки первыми ввели цензуру в интернете. В 2001-м, после крушения башен Близнецов, ЦРУ начала устанавливать так называемые сетевые фильтры. Мощнейшие компьютеры прочесывают терабайты информации в поисках запрещенных слов. Призывы к совершению терактов, а также оскорбительные выражения в адрес властей и президента внимательно отслеживаются. Досье на тех, кто ругается особенно интенсивно, накапливаются в специальном департаменте ЦРУ. Там невозможно отследить полностью, что кто говорит каждый. Но именно те самые технологии, дейта майнинг, они позволяют по ключевым словам отслеживать какой-то потенциально опасный контент. Этому 18-летнему американцу сейчас грозит 20 лет заключения за вот такие высказывания в социальной сети. Бостонские взрывы. К черту политику. К черту Обаму. К черту правительства. И понятно, почему сматерился. Дело в том, что полиция пять дней блокировала город Бостон. То есть людям было запрещено выходить из домов, перемещаться, выезжать из города, куда-то вылетать. Тем более были прослушки там всех телефонов. Вот мониторился контент. В полиции Кэмерон Де Амброзио объяснил, что собирался стать рэпером и выражение про бостонские взрывы просто цитата из его новой песни. Этот аргумент не показался властям убедительным. Сотрудники ЦРУ провели в доме латиноамериканца обыск. Не обнаружили никаких признаков подготовки к совершению теракта, но все-таки арестовали парня на три месяца. Вскоре он предстанет перед судом по обвинению в терроризме. А те люди, которые усыпают против американского патриотизма, они, конечно, подвергаются жесткой обструкции. Спецслужбы всего мира внимательно отслеживают сообщения интернет-цензоров. В 2009 году, когда Лондон полыхал в пожарах, Скотланд-Ярд нашел всех зачинщиков погромов именно по их переписке в интернете. Интересно, что революция в Египте в 2011 году, закончившаяся государственным переворотом, началась с одного единственного сообщения в социальной сети с призывом всем выйти на улицу и изменить свою жизнь. Это сообщение люди переслали друг другу почти миллион раз и подняли революцию. По одной из версий, это была специальная провокация ЦРУ. Но даже если это и так, факт остается фактом. Интернет в умелых руках это оружие. Очень легко мобилизовать людей на какое-то мероприятие, то есть назначить там митинг или шествие, или демонстрацию, там время, место, они все обмениваются. Эти люди очень информатизированы. С них начинались вот все вот эти события революционные вот на Ближнем Востоке. В свете этих событий действия контрразведки СССР уже не выглядят параноидальными. Социальные сети, черный рэп в Америке, современная уличная сатира. Все это влияет на сознание граждан ровно так же, как и советская эстрада много лет назад. Смотрите далее. Трагикомедия Бенни Хилла. Почему Родина не оценила его в несценические достижения по заслугам? Ну, тогда официально было заявлено, что Хилл постоял, устал и уже не вызывает интереса у зрителей. И как иранский еврей Саша Барон Коэн помогал решать ближневосточный кризис? Предательский смех. Самые невероятные истории о ЦРУ, Массаде и мировой эстраде. Смех в погодах. Смотрите в третьей серии документального проекта «Звезды на службе» на телеканале РЕН-ТВ. «Звезды на службе». Смех в погонах. О другой жизни английского комика в официальной прессе нет ни слова. Многие конспирологи подозревали Бенни Хилла в сотрудничестве сразу с несколькими разведками. Известно, что по рекомендации из МИ-6 Альфред Хортон Бенни Хилл должен был стать командором Ордена Британской империи. Он должен был удостоиться титула «сэр». Но, как уверяют наши источники, по настоянию Маргарет Тэтчер актера вычеркнули из списка и сняли с эфира. Пытаясь отстоять Бенни Хилла от сердечной недостаточности умер руководитель службы внешней разведки Великобритании сэр Артур Темпл Фрэнкс. Для него вообще в жизни существовала только работа. Вот его это шоу и все, больше ничего. А 89-й год для него это был год, ну, очень, очень плохой. Еще 10 лет Бенни Хилл будет жить в съемной квартире рядом со студией. Будет ждать, но нужного звонка он так и не дождется. Какую ошибку он совершил? Шпион, которому изменила родина. Кто не знает Сашу Барона Коэна? Как положено, приветствуйте королеву. О, отличный бритиш. Чудесно. Его шоу покорило Америку и стало причиной десятка дипломатических скандалов. Но мало кто знает, кем на самом деле является этот человек. Саша Ноэм Барон Коэн 1971 года. Родился в еврейской семье графства Сура и Великобритания. Известен также, как Барат Сагдеев, рэпер Али Джи, гомосексуалист Бруно. У Саши Барона Коэна очень странная биография. Его знают как необычного актера, но о его реальной жизни вообще ничего не известно. И при этом у комедианта есть странные привычки. Любое из окружения актера скажет, Саша похож на улитку. Стоит тронуть за живое, он уходит в себя. И достать его из раковины просто невозможно. В американской сети про Барона Коэна можно найти очень интересные цитаты. Например, такую. Его огромный доходный бизнес управляется в стиле советского политбюро. О нем вообще никакой информации. И действительно, о заработках Саши Барона Коэна почти ничего не известно. При том, что своему продюсерскому центру актер уже принес более 350 миллионов долларов чистой прибыли. Человек этот вполне себе известен. Находится не в последнем эшелоне голливудских звезд. Он играл в том же самом фильме «Свенни Тодд» с Джонни Деппом. У него есть супруга и две дочери. То есть это такой самодостаточный человек, который, я уверен, любит свою работу. Вопрос только в одном. Какую из своих работ больше любит Саша Барон Коэн? Работу самого наглого комедианта планеты или профессию человека, который совершенно четко знает, что, когда и с какой целью нужно говорить? Еще один факт. Продюсер Барата Али Джи Бруно, как и сам Саша Барон Коэн, на переговоры с потенциальными партнерами приходит в гриме и использует вымышленные имена. Казалось бы, какая глупость, но чудаковатый Барат, по оценкам журнала «Форбс», делит шестую строчку с Джонни Деппом. Сегодня вряд ли кто посмеется над одним из последних фильмов Саши Барона Коэна под названием «Диктатор». Актер играет собирательный образ Муамара Каддафи и Саддама Хусейна. Со стороны Штатов таким инструментом, как комик, как комический актер в плане идеологической и информационной войны пользоваться очень удобно. Весь мир воспринимает подобного рода фильмы и образы, как стебовые. И не только как стебовые. Это прозвучит невероятно, но факт остается фактом. Саша Барон Коэн смеется только над теми политиками, которым недолго осталось жить. Президент Ливии и глава Ирака отошли в мир иной под оглушительное улюлюканье фанатов главного юмориста планеты, высмеившего лидеров арабского мира в добром десятке интермедий. Очевидно, все это стало знаком для немногих, кто понимает, как устроен мир большой политики. Удивительное совпадение. Полвека назад Чарли Чаплин создал фильм с таким же названием «Диктатор» и высмеял в нем Адольфа Гитлера по одной из версий на деньги КГБ. Когда кого-то поднимает насмех главный комик планеты, это может означать только одно – приговор. Считается, что история движется по спирали. Во времена Холодной войны многие звезды работали на спецслужбы, но известно об этом стало лишь сейчас. Новые удивительные откровения нас ждут совсем скоро, когда гриф секретности будет снят с тех, кто сегодня числится актером, режиссером, сценаристом или юмористом. Государству во все времена нужны глаза и уши. И те, кто обладает правом идти по красной дорожке, словно созданы для обеспечения безопасности государства. Субтитры создавал DimaTorzok